Итак, привет, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск, и выпуск будет посвящен финансовой грамотности, личным финансам, и я пригласил блогера и эксперта по этой теме к нам в эфир. Напишите, пожалуйста, в комментариях, насколько вам интересна такая тема, и сейчас давай знакомиться, дорогой гость, как тебя зовут, и расскажи немножко о себе. Привет, я Евгения Поповская, я финансовый советник и инвестиционный консультант, я занимаюсь тем, что помогаю людям создавать сбережения и идти к своим финансовым целям. Мы поговорим на тему, как создавать сбережения, как управлять деньгами, и все наиболее частые вопросы в отношении личных финансов мы сегодня разберем. Отлично, отлично! Я думаю, эта тема будет полезна, так что, ребята, если хотите разобраться с личными финансами, продолжайте смотреть этот ролик. Для чего нужно заниматься личными финансами? Почему важно ими управлять и обращать на это внимание? Ну, глобально, конечно, если так глобально на это смотреть, все мы имеем какие-то свои желания, мечты, мы хотим жить в более комфортных условиях для себя, мы хотим, чтобы наши дети жили в более комфортных условиях, да, может быть, ездить на хорошей машине, жить в красивом доме, путешествовать и так далее. Все это сопряжено с ощущением счастья. Все это нужно, да, человеку для того, чтобы быть счастливым, для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, понимать, что в любой момент он может решить проблемы какие-то со здоровьем или какие-то еще проблемы, если у него есть деньги. Всем понятно, что деньги не решают всех проблем, но с ними живется гораздо легче. Я думаю, тут никто спорить не будет. Поэтому, конечно, управлять личными финансами необходимо прежде всего для того, чтобы прийти к этому состоянию, прийти к состоянию, когда ты полностью в безопасности, понимаешь, что тебе хватает денег на ту жизнь, которую ты хочешь для себя и для своих близких. Сейчас я вставлю, наверное, при монтаже картиночку, почему нужны деньги, да, что за них может себе позволить, да, там и медицина, и охрана, и так далее. Да. Окей. В каком возрасте люди начинают задуматься по управлению финансовым или это не связано с возрастом, вот как ты думаешь? Как заинтересовать более молодую аудиторию заниматься финансами? Ну, мне кажется, что более молодая аудитория может заинтересоваться с точки зрения, ну, доступности каких-то гаджетов, каких-то электронной техники для себя. Если, например, родители им не могут это приобрести, они могут за счет собственных средств эти вещи приобрести. Ну, это первый момент, да, другой момент, ну, например, я, ну, в 20 лет я заинтересовалась личными финансами, когда у меня, ну, например, у меня мама домохозяйка, отец у меня работает, и так получилось, что он по состоянию здоровья не мог выходить на работу, и семья была в некотором, некоторое время, ну, так скажем, без дохода, да, это было неожиданно, никто этого не ожидал, и, ну, я тогда уже работала, и я им помогала финансово, но в тот момент я поняла, что, ну, мои родители, они вот как-то этот момент не для себя не прояснили, то есть у них не было никакой финансовой подушки, у них не было никаких сбережений таких, которые были ликвидны, которые можно было бы вот сейчас использовать, потому что сейчас нужны деньги. Некогда продавать машины, некогда продавать квартиру там или дачу, да, деньги нужны сейчас, и я поняла, что вот эти вещи, управление финансами вот именно в жизни, да, вот на бытовом уровне, этим вещам никто не учил нас, ну, по крайней мере, меня в школе этому не учили. И вот так вот на своем примере я поняла, вот мне было 20 лет, я поняла, что надо что-то с этим делать, и стала читать книжки. То есть я думаю, что у нас молодежь достаточно образованная и умная, они тоже задумываются о таких вещах, как, например, помогать родителям, и как быть независимым финансово от родителей. Супер, спасибо большое. Отлично. Как раз вот ты вот в этом ответе затронула такую интересную тему, как финансовая подушка. Можешь, пожалуйста, вот рассказать, что же такое финансовая подушка, и что можно считать финансовой подушкой? Финансовая подушка или финансовый резерв – это некоторая сумма, которая отложена, ну, да, так скажем, на черный день, да, или на какие-то там непредвиденные обстоятельства, и она лежит у вас в неприкосновенном доступе. А, как правило, эта сумма, ну, где-то 3 ежемесячных расходов. То есть вы должны посчитать, сколько вам нужно на жизнь на 1 месяц, умножить эту сумму на 3, и вот это будет величина вот этой подушки, которая должна быть у вас создана. Где эта подушка должна быть размещена, тут уже на ваше усмотрение. Но в наличности, полностью, по крайней мере, в наличности, я не рекомендую ее хранить, все-таки деньги обесцениваются, чтобы хоть какой-то процент на них прирастал. Лучше эту подушку держать или на накопительном счете, или на депозите с возможностью частичного снятия. Таких вот ликвидных инструментах, где вы в любой момент можете снять эти деньги. Ага, ликвидные инструменты. А можно считать таким вариантом, как накопление либо в долларе, или в евро, в валюте, то есть если эта подушка находится, скажем, под подушкой, но в иностранной валюте, либо, да, вот такой вот, довольно ликвидный, мне кажется, инструмент, иностранной валюты. Да, можно, да, в валюте, даже я, как правило, рекомендую некоторую часть хранить в валюте, в долларах или евро, или в долларах и евро. Здесь вопрос в пропорциях, какую часть этой подушки вы хотите хранить в валюте. Ну, например, если вы живете вот на территории своей страны, получаете доход в национальной валюте, и совершаете покупки внутри страны, то есть редко выезжаете за рубеж и редко покупаете товары за рубежом. Ну, вот в таком случае можно половину суммы хранить в национальной валюте, а вторую половину разделить поровну, там, между долларами и евро. Например, так. Как научиться копить? Такой, да, философский вопрос, но я понимаю, да, вопрос действительно серьезный, и тут нужно заниматься самоанализом, я бы так сказала. То есть нужно понять самого себя, как вам будет комфортно договориться с самим собой. Потому что методов много. Ну, вот первый метод, например, самого себя ограничить уже изначально на ту сумму, которую вы хотите потратить. То есть как только пришли деньги, как только пришел доход, вы уже некоторую часть от этого дохода автоматически переводите на накопительный счет или на депозит, чтобы, так скажем, обезопасить эти деньги от самого себя. Вот эту сумму вы уже переводите автоматически, остальную тратите уже со спокойной душой. Например, так. Или если вы тратите в наличных, предпочитаете наличные деньги, то вы эти деньги распределяете, например, на несколько, так скажем, конвертов. Каждый конверт предназначен для какой-то определенной цели. Например, там будет конверт, который будет только на еду. И вы будете каждый раз, заглядывая в этот конверт и беря оттуда очередную купюру, вы будете видеть, что в этом конверте стало чуть-чуть меньше. И будете уж как-то осознанно планировать свои расходы на будущее. Есть еще и такой метод. Ну, я правильно понял, что в первую очередь мы накапливаем подушку свою на 3-6 месяцев жизни. И только после этого нужно пробовать уже хоть какие-то другие инструменты, да? Можно так. Это, конечно, идеальный вариант. Но я знаю, что не у всех так получается, потому что доходы очень маленькие. Получается, что копить на финансовую подушку очень долго. У некоторых людей это бывает занимает несколько лет. Вот если это такой случай, если копить на финансовую подушку нужно много лет, то можно параллельно, например, вкладывать в инвестиционные монеты, как ты говоришь, да, или металлические счета. Вот, кстати, слитки я не стала бы, наверное, рассматривать. Не самый доходный инструмент. Лучше тогда обезличенные металлические счета. То есть это счета, которые привязаны к курсу золота или серебра. Но физически у вас нет этого слитка, и вы не платите за хранение этого слитка физически, за аренду ячейки и так далее. То есть у вас нет дополнительных расходов. Это, по крайней мере, как-то поудобнее, чем обычный слиток. Вот. А если у вас другая ситуация, например, предположим, вот возьмем две семьи, да, две разные семьи. Первая семья – это жена, которая сидит дома с ребенком в декрете, и муж, который зарабатывает деньги. Вот если это такой у вас сценарий, то у вас один источник дохода. В таком случае вам иметь финансовую подушку очень необходимо, потому что риск того, что вот этот муж, да, он потеряет работу или с ним что-то случится, он велик. Если у вас другая ситуация, если у вас, допустим, нет детей, вы, допустим, у вас нету семьи, вы сам по себе, да, вы один, вы работаете, нет никого, кто бы зависел от вас финансово. В таком случае вы можете себе позволить большую часть инвестировать в монеты, металлы, биржевые инструменты, да, какие угодно, да, и параллельно создавать финансовую подушку. То есть это более легкий такой способ для вас, поскольку от вас никто финансово не зависит. Вот, наверное, я бы так ответила. Все-таки есть такие индивидуальные особенности в каждом случае. Как ты считаешь, является ли экономия одним из пунктов сбора, накопления денег для инвестиций? Экономия, имеющая ввиду, меньше тратить. Да, да, да. Или все-таки не нужно заморачиваться? Ну, тут какая-то должна быть золотая середина. Мы не должны переходить на хлеб и воду, с одной стороны, да, но, с другой стороны, тратить на все подряд деньги, так, чтобы их потом очень быстро не становилось, тоже не нужно. Поэтому как-то нужно быть посередине. Экономия, ну, здесь скорее, я бы сказала, нужно учитывать свои расходы и планировать их. Вот надо учиться планированию расходов. Запланируйте себе заранее крупные покупки, которые вы планируете сделать в этом году. Прямо возьмите лист бумаги, разделите его на 12 месяцев и напишите, в каком месяце вы планируете внести платеж по страховке, внести, там, не знаю, первоначальный взнос по ипотеке, когда у вас какие-то там крупные покупки, ремонт, да, или еще что-то. Распишите все вот эти траты и поделите ту сумму, которая вам необходима, допустим, через 10 месяцев на 10 отрезков и постепенно копите. Таким образом, у вас не будет такого, что вот внезапно нужны деньги и вы все потратили. А вот теперь я должен экономить и, там, перейти на хлеб и воду, потому что вот у меня внезапно появилась там платеж по страховке, например. Вот планирование расходов, это, на самом деле, великая сила, это помогает избежать очень многих трудностей и головных болей в плане личных финансов. Ага, планирование, очень здорово. А по поводу кредитов, как ты относишься к тому, чтобы брать потребительские кредиты, купить себе что-то в кредит, пользоваться кредитом, в конце концов, карточкой кредитной? Ну, кредит – это просто один из финансовых инструментов, которые доступны гражданам, да, физлицам. И это не плохой, не хороший инструмент, это просто один из инструментов, им надо пользоваться, им нужно уметь пользоваться. Плохо, когда человек уходит в крайности, берет кредит, чтобы заплатить за предыдущий кредит. Это плохая ситуация. Хорошая ситуация, допустим, когда вы берете какой-то предмет в рассрочку, допустим, вы хотите заказать кухню новую себе в квартиру и понимаете, что она стоит там каких-то крупных, крупную сумму денег, вы сейчас ее не готовы вот так отложить. Ну, то есть, может быть, и готовы, да, но есть вариант рассрочки беспроцентный. Вы выбираете вариант рассрочки, который, по сути, как бы тот же самый потребительский кредит, да, но вы понимаете, как работает рассрочка. Для клиента нет никакой переплаты, просто для тела кредита записывается как меньшая сумма, чем она заявлена на ценнике. Поэтому, по сути, тот же самый потребительский кредит, только оформленный в виде рассрочки. Вы его берете и таким образом экономите деньги сегодня, да, и разделяете, вот распределяете вот эту сумму на равные какие-то платежи. Главное, конечно, не упускать срок платежа, чтобы не было процентов. Вот, а в целом потребительские кредиты, кредитные карты – это инструменты, которым надо пользоваться. Но надо пользоваться с умом. Нужно заранее просчитывать, сколько вы переплатите за проценты, если вы берете кредит. И посчитайте стоимость вот этой вещи или услуги с учетом процентов и задайте себе вопрос, стоит ли эта вещь этих денег с учетом процентов. Если вы считаете, что да, стоит, ну, тогда надо брать и стараться побыстрее погасить кредит и не упускать срок платежа. Да, ну, если подытожить, вообще самое главное правило любого финансово грамотного человека – это стремиться к состоянию, когда ваши доходы превышают над расходами. Вот из этого состояния вы уже можете приближаться к состоянию финансовой стабильности и безопасности. Если у вас пока что нету вот этой ситуации, когда доходы больше, чем расходы, то вам нужно работать именно над личными финансами, над планированием расходов и стараться урезать часть, связанная с расходами. Работать над этим, то есть вести учет доходов и расходов, заниматься личной именно прокачкой знаний в плане личных финансов, больше читать книг по теме финансов и самообразовываться на эту тему. Когда у вас уже доходы больше, чем расходы, вы уже можете инвестировать, ставить себе финансовые цели, заниматься финансовым планированием и, в общем-то, стремиться к финансовому благополучию. Супер. Ну что ж, друзья, вот такой вот у нас первый экспериментальный пробный выпуск по теме финансов, напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вам эта тема интересна, я буду регулярно приглашать гостей с такой интересной темой жизненной для всех нас. Подписывайтесь на канал.